Субтитры сделал DimaTorzok После длительного перерыва, длиною в 10 лет, кумир советских слушателей вернулся и готов задать жару молодым исполнителям. Певец ни на минуту не переставал творить. У него все время выходили громкие работы, либо для кино, либо совместные с другими артистами, например, с певицей Максим, группой Тату или группой Би-2. Этот клип был снят в Лос-Анджелесе. Главную роль в нем сыграла актриса Маруся Фомина. Режиссером стал Игорь Шмелев, а в создании аранжировки принял участие роман-бестселлер. Как получилось так, что родилась эта композиция? Творческий путь определенный привел к песне именно этой. Я думаю, что здесь нужно говорить о своевременности ее выхода. И сейчас весна, и самое время для этой песни. Песни про романтические самые светлые чувства в душе. В одном из своих интервью вы говорили, что не любите повторяться. То есть это тема, которая еще вами не изведана. Повторяться все-таки приходится, потому что есть такие важные вещи в жизни и чувства, о которых нельзя переставать говорить, даже если эти истины кажутся некоторым избитыми и банальными. Что может быть более важным и значительным, чем любовь, чем такое посвящение одной единственной женщине? Как вы собрали команду свою, которая принимала участие в этом клипе? Режиссер талантливый, гениальный, необычный. В том смысле, что он каждой своей работой живет. Он еще не превратился в ремесленника, который делает свои работы механически. Он по-настоящему вникает в суть творческой работы, которую ему предстоит сделать. И в этом мы с ним очень близки. Мы нашли общий язык, стали единомышленниками. Нам нравятся во многом одинаковые фильмы. Мы примерно одинаково понимали, что мы хотим этой работой сказать. И в этом смысле совпали и сделали такой творческий подвиг. И, конечно же, наше благословление – это Маруся Фомина, актриса, которая стала звездой этого клипа. Без нее бы ничего не получилось. Был в подвешенном состоянии проект. В итоге настолько оправдала нашу всю задумку, что я счастлив, что все получилось. И получилось, может быть, даже лучше, чем могло бы. Я очень горд и рад этой работой. Конго, Прага – легендарный рэпер кажется очень нелогичным. Постоянно путешествует, пытаясь вспомнить, для чего он творит. А вот с кем для Лиги более простой вопрос? Здесь Юлия Волкова и многие другие. Кстати, сегодня его коллеги собрались, чтобы поддержать и оценить блеск новизны творчества культового рэпера. Скажите, пожалуйста, Юлия, какой же все-таки вам клип больше понравился? Мне больше всего понравился третий клип. Одна песня «Укрой». По-моему, клипы, песни, мне кажется, очень харизматичны, гармоничны. И он там такой прям худой, красивый и вообще классно выглядящий. То есть вы считаете, эта тема все-таки вам ближе, тема любви? Ну, конечно, это жизненная тема. Насколько я знаю, что эту песню он посвятил своей жене, поэтому круто. У вас есть какие-то в будущем проекты, может быть, тоже о любви? У меня вообще все, что в моей жизни происходит, это все связано с любовью. Привет, с вами Юлия Волкова, смотрите «Фэшн-концерт». Какой из трех клипов вам больше всего понравился и почему? Каждый клип своей стилистики, каждый клип может получить призвание у своей публики. И я уверен, что так и произойдет. Тем более «Леголайз» — это человек, который делает честную музыку от своего сердца. А это всегда зрителя подкупает. Расскажите, с чем у вас ассоциируется имя «Леголайз»? С потрясающим качеством его скилза, флоу, его уровня, именно, скажем, как исполнителя, как рэп-исполнителя. Для меня «Леголайз» — это стандарт качества, прежде всего. С вами была Цыганкова Екатерина, креативное издание «Фэшн-концерт». Укрывайте своих близких любовью. Но не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok